Женская сборная России по гандболу обыграла команду Румынии и вышла в финал чемпионата Европы впервые за 12 лет. Соперник пока неизвестен, но матч состоится уже завтра в Париже. Из Франции репортаж Данилы Махалина. Женская сборная России по гандболу впервые на этом чемпионате Европы, как, впрочем, и остальные полуфиналисты, переехала во французскую столицу. Арена Берси первым делом у российских болельщиков ассоциируется с победой в теннисном кубке Дэвиса в 2002-м. А год назад сборная России по хоккею обыграла здесь Чехов в 1-4 чемпионата мира. В общем, Берси внешне похожа на большой зеленый холм, вмещающий 20 тысяч, в этом отношении центр универсальный. И с неплохой для наших статистикой, которую можно еще улучшить выступлением на гандбольном Евро. В полуфинале подопечных Евгения Трифилова ждала сборная Румынии. До этого российская команда выиграла абсолютно все матчи на турнире, где победа была нужна. Против Франции, Черногории, Сербии и Дании. Уступила только Швеция и Словении в играх, где ничего не решалось. Как и ожидалось, матч начался довольно нервозный для наших девушек. Сборная Россия часто уступала в счете, но порой ей так даже комфортнее, когда нужно срочно догонять и исправлять ситуацию. В итоге, проигрывая на протяжении всей первой половины, по два, по три часа, мы выходили на перерыв, введя 16-15. Во втором тайме сценарий кардинально поменялся. Наши девушки сразу оторвались в счете, и за 10 минут до конца сборная России после перехвата и сольного прохода Вехеревой уже вела 27-19. Нервничали сильно в первой половине. Вот эта трясучка, когда огромное желание внутри, и хочется делать все и сразу, и в защите, и в нападении. Может быть, поэтому неразбериха пошла в защите в этот момент, и поэтому немножко рассыпались. После первого тайма поговорили в раздевалке, все обсудили, решили, и показали совершенно другую защиту, уже более собранную. Вот, и, собственно, от защиты все и пошло. Анна Вехерева стала лучшим игроком этой встречи. На ее счету 13 голов, а у сборной России первый в истории выход в финал чемпионата Европы. Я очень счастлива, потому что я очень боялась этой игры, потому что тренер сборной Румынии, мой тренер в клубе. И у нас 8 человек из Ростова, и я думаю, что он, естественно, говорил своей команде, как мы играем. Даже вратарям, я думаю, он сказал наши любимые углы. Ну, потому что спорт есть спорт, и как бы мы соперники здесь, никакого там поблажек нет никаких. И я очень рада, что мы выиграли, и тем более 6 мячей. Российская сборная победила со счетом 28-22. Румынию, которую, надо заметить, перед полуфиналом из-за травмы была ослаблена потерей капитана Кристины Нягу. Но все равно заставила всеянок понервничать. Ну, во-первых, здесь чисто психологический момент. Человека голова остается та же самая. Нет ключевой рога, можно немножко расслабиться. Вот расслабление в первом тайме показало, что с нами могут сделать. Второй тайм более интересно, более живо. Ну, еще раз хочу поздравить сборную России с выходом девочек с тем, что собрались и довели матч до конца. Впереди у девушек исторический матч. В воскресенье им предстоит сыграть в финале чемпионата Европы. А исторический, потому что есть шанс выиграть Евро, что сборная не делала никогда. В активе есть победа на Олимпиаде, 4 победы на чемпионате мира, но не на Евро. Так что ждем и верим. Данил Макалин, Сергей Елисеев, Иван Лугачев. Вести. Париж. Франция.